Здравствуйте, мои любимые мальчики и девочки, папы и мамы, бабушки и дедушки! Сегодня мы начинаем слушать сказку «Приключения барона Мюнхгаузена». Вступление. Самый правдивый человек на земле. Маленький старичок с большим носом сидит у камина и рассказывает о своих приключениях. Его слушатели смеются ему прямо в глаза. Ай да Мюнхгаузен, вот так барон! Но он даже не смотрит на них. Он спокойно продолжает рассказывать, как он летал на луну, как он жил среди трехногих людей, как его проглотила огромная рыба, как у него оторвалась голова. Однажды какой-то проезжий слушал-слушал его и вдруг закричал. «Все это выдумки! Ничего этого не было! О чем ты рассказываешь?» Старичок насупился и важно ответил. «Те графы, бароны, князья и султаны, которых я имел честь называть лучшими своими друзьями, всегда говорили, что я самый правдивый человек на земле». Кругом захохотали еще громче. «Мюнхгаузен правдивый человек! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!» А Мюнхгаузен, как ни в чем не бывало, продолжал рассказывать о том, какое на голове у оленя выросло чудесное дерево. «Дерево на голове у оленя? Да, вишневое, и на дереве вишни. Такие сочные, сладкие!» Послушайте эти рассказы и судите сами, был ли на земле человек правдивее барона Мюнхгаузена. Итак, «Конь на крыше». «Я выехал в Россию верхом на коне. Дело было зимою. Шел снег. Конь устал и начал спотыкаться. Мне сильно хотелось спать. Я чуть не падал с седла от усталости, но напрасно искал я ночлега. На пути не попалось мне ни одной деревушки. Что было делать? Пришлось ночевать в открытом поле. Кругом ни куста, ни дерева, только маленький столбик торчал из-под снега. К этому столбику я кое-как привязал своего озябшего коня, а сам улегся тут же на снегу и заснул. Спал я долго, а когда проснулся, я увидел, что лежу не в поле, а в деревне или, вернее, в небольшом городке. Со всех сторон меня окружают дома. Что такое? Куда я попал? Как могли эти дома вырасти здесь в одну ночь? И куда девался мой конь? Долго я не понимал, что случилось. Вдруг слышу знакомое ржание. Это ржет мой конь. Но где же он? Ржание доносится откуда-то сверху. Я поднимаю голову. И что же? Мой конь висит на крыше колокольни. Он привязан к самому кресту. В одну минуту я понял, в чем дело. Вчера вечером весь этот городок со всеми людьми и домами был занесен глубоким снегом. И наружу торчала только верхушка креста. Я не знал, что это крест. Мне показалось, что это маленький столбик. И я привязал к нему моего коня. А ночью, пока я спал, началась сильная оттепель. Снег растаял, и я незаметно опустился на землю. Но бедный мой конь так и остался там, наверху, на крыше. Привязанный к кресту колокольни, он не мог спуститься на землю. Что было делать? Недолго думая, я схватил пистолет, метко прицелился и попал прямо в уздечку. Потому что я всегда был отличным стрелком. Уздечка разорвалась пополам. Конь быстро спустился ко мне. Я вскочил на него и, как ветер, помчался вперед. Волк, запряженный в сани. Но скоро я увидел, что зимою скакать на коне неудобно. Гораздо лучше путешествовать в санях. Я купил себе очень хорошие сани и быстро понесся по мягкому снегу. К вечеру въехал я в лес. Я начал уже дремать, как вдруг услышал тревожное ржание лошади. Я оглянулся и при свете луны увидел страшного волка, который, разинув зубастую пасть, бежал за моими санями. Надежды на спасение не было. Я лег на дно саней и от страха закрыл глаза. Лошадь моя неслась, как безумная. Щелканье волчьих зубов раздавалось у меня над самым ухом. Но, к счастью, волк не обратил на меня никакого внимания. Он перескочил через сани прямо у меня над головой и набросился на мою бедную лошадь. В одну минуту задняя часть моей лошади исчезла в его прожорливой пасти. Передняя часть от ужаса и боли продолжала скакать вперед. Волк въедался в мою лошадь все глубже и глубже. Когда я пришел в себя, я схватил кнут и, не теряя ни минуты, стал хлестать ненасытного зверя. Он завыл и рванулся вперед. Передняя часть лошади, еще не съеденная волком, выпала из упряжи в снег, и волк оказался на ее месте в оглоблях и в конской сбруе. Вырваться из этой сбруи он не мог. Он был запряжен, как лошадь. Я продолжал стягать его, чтоб было силы. Он мчался вперед и вперед, таща за собой мои сани. Мы неслись так быстро, что уже через два-три часа въехали голопом в Петербург. Изумленные петербургские жители толпами выбегали смотреть на героя, который вместо лошади запряг в свои сани свирепого волка. Искры из глаз. В Петербурге мне жилось хорошо. Я часто ходил на охоту, и теперь с удовольствием вспоминаю то веселое время, когда со мною чуть не каждый день случалось столько чудесных историй. Одна история была очень забавна. Дело в том, что из окна моей спальни был виден обширный пруд, где водилось очень много всякой дичи. Однажды утром, подойдя к окну, я заметил на пруду диких уток. Мигом схватил я ружье и, сломя голову, выбежал из дома. Но в попыхах, сбегая с лестницы, я ударился головою о дверь, да так сильно, что из глаз у меня посыпались искры. Это не остановило меня. Я побежал дальше. Вот, наконец, и пруд. Прицеливаюсь в самую жирную утку. Хочу выстрелить. И к ужасу моему замечаю, что в ружье нет кремня. А без кремня невозможно стрелять. Что делать? Побежать домой за кремнем? Но ведь утки могут улететь. Я печально опустил ружье, проклиная свою судьбу. И вдруг мне пришла в голову блестящая мысль. Из-за всей силы я ударил себя кулаком по правому глазу. Из глаза, конечно, так и посыпались искры. И порох в то же мгновение вспыхнул. Да, порох вспыхнул, ружье выстрелило, и я убил одним выстрелом десять отличнейших уток. Советую вам всякий раз, когда вы вздумаете развести огонь, добывать из правого глаза такие же искры. Удивительная охота. Впрочем, со мною бывали и более забавные случаи. Как-то раз я пробыл на охоте весь день. И к вечеру набрел в глухом лесу на какое-то обширное озеро, которое так и кишело дикими утками. В жизнь свою не видел я такого множества уток. К сожалению, у меня не осталось ни одной пули. А я как раз этим вечером ждал к себе большую компанию друзей. И мне хотелось угостить их дичью. Я вообще человек гостеприимный и щедрый. Мои обеды и ужины славились на весь Петербург. Как я вернусь домой без уток? Долго я стоял в нерешительности и вдруг вспомнил, что в моей охотничьей сумке остался кусочек сала. Ура! Это сало будет отличной приманкой. Достав его из сумки, я быстро привязал его к длинной и тонкой бечевке и бросил в воду. Утки, увидев съестное, тотчас же подплыли к салу. Одна из них жадно проглотила его. Но сало было скользкое и быстро, пройдя сквозь утку, выскочило у нее позади. Таким образом, утка оказалась у меня на веревочке. Тогда к салу подплыла вторая утка, и с ней произошло то же самое. Утка за уткой проглатывали сало и надевались на мою бечевку, как на нитку. Не прошло и десяти минут, как все утки были нанизаны на нее словно бусы. Можете себе представить, как весело было мне смотреть на такую богатую добычу. Мне осталось только вытащить пойманных уток и отнести к моему повару на кухню. То-то будет пир для моих друзей. Но тащить это множество уток оказалось не так-то легко. Я сделал несколько шагов и ужасно устал. Вдруг, можете представить себе мое изумление, утки взлетели на воздух и подняли меня к облакам. Другой на моем месте растерялся бы, но я человек храбрый и находчивый. Я устроил руль из моего сюртука и, управляя утками, быстро подлетел к дому. Но как спуститься вниз? Да очень просто. Моя находчивость помогла мне и здесь. Я свернул нескольким уткам головы, и мы начали медленно опускаться на землю. Я попал как раз в трубу моей собственной кухни. Если бы вы только видели, как был изумлен мой повар, когда я появился перед ним в очаге. К счастью, повар еще не успел развести огонь. Понравилось видео? Подписывайся на канал, ставь лайк, пиши комментарии, жми на колокольчик. До встречи в новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok